Добрый день, доброе утро. Прошу занимать места, самое время начать наше заседание. Для начала разрешите поздравить вас со всеми прошедшими праздниками. Правда, у нас в России праздники не кончаются. Сегодня у нас, как говорят, крещенский сочельник, поэтому мы продолжаем торжествовать. И вот уже третий год подряд ровно на этот крещенский сочельник проводим нечетные воркшопы лаборатории креативной национальной крови. Четные у нас приходятся на более приятный пол на лето. Но помимо поздравления с праздниками, мне хотелось поделиться еще одной радостью, которая нас постигла в канун этих всех праздников. Причем это было прямо в канун Рождества, правда, европейского. Наша лаборатория подала заявку на продление. Это фактически был новый конкурс. И в рамках этого непростого конкурса, поскольку конкурс, возможно, не слишком большой, порядка двух коллективов на место, но он был среди уже предварительно сильно отобранных. То есть это был конкурс среди победителей прошлой волны неогрантов. И здесь мне тоже благополучно победили. Приятная новость пришла в канун праздников. И мы уже все эти праздники готовили себя к новому качеству, к качеству лаборатории продолжающей свой проект. Поэтому мы обречены, что будет не только пятый, но теперь мы совершенно четко подписываем доп. соглашения с Нинобранауки. Мы рассчитываем и на седьмой, и как минимум на девятый, поскольку дом соглашения на два следующих года. Поэтому я всех присутствующих здесь поздравляю и с этим событием. Ну и сегодняшний воркшоп, удовольствие воркшоп, это совершенно рабочее совещание. Оно по традиции нашей команды начинается с первого заседания, на котором мы приглашаем наших существующих партнеров. И партнеров, которых мы рассчитываем видеть с нами в ближайшем будущем. Приглашаем руководство, приглашаем представителей власти. Власть нас почему-то любит. Причем как центральная власть. Я вот уже познакомился с новым замминистраем. Я думал, как-то сейчас министерство сменится и новая медла начнет вести по-новому. Скажет, что дурацкая была программа, что-нибудь новое придумаем. Ничего подобного. Игорь Федюкин, так сказать, заверил нас, что все будет продолжаться, что все правильные мысли, замеченные предшествующим менеджментом министерства, будут продолжены. И более того, он нас даже тут поддержал в некоторых наших бумагах, немножко связанных с нашими европейскими проектами, еще до того, как мы получили злотнение. Нижегородская власть нас тоже любит и цель. Лепо Лепшансов нас приглашал на прошлый день науки. Мы представляли на самом высоком уровне наши проекты. Ну и регулярно руководство нашей Нижегородской области тоже к нам приезжает, посматривает, напутствует, говорит нам добрые слова. Надеюсь, и сегодня мы тоже будем лишены этой части участия. И самое главное, мы каждый раз приглашаем членов нашего Нижегородного наблюдательного совета. К сожалению, они люди сильно заняты. Причем даже представители местные этого наблюдательного совета, в частности, и Александр Игоревич Митвак, и Игорь Иванович Зинченко, ну, не смогли. Они сейчас отсутствуют. Игорь Иванович сегодня как раз именно науки там собирают и экспертов. Поэтому у нас тут есть некие отсутствующие. Но вот из Москвы мы привезли только что привет от двух других членов наблюдательного совета. Николай Семенович Картошов, академик, Валерий Астрокосмического центра. Мы с ним обсуждали план дальнейшего сотрудничества лаборатории по проекту «Милиметрон». Он также передавал приветы, самые лучшие пожелания, но приехать, к сожалению, к нам не смог. Но обещал весной быть непременным и посмотреть, что же у нас здесь есть. Так что весной мы будем принимать Николая Семеновича здесь, в Нижнем Новгороде. Это обещание не было. Да, есть надежда. Ну, одним словом, уважаемые коллеги, еще раз всех поздравляю с началом нашего мероприятия. И давайте будем двигаться по повестке. К сожалению, нечаясь, что мы повестку верстали, так сказать, немножечко в попыхах, поэтому в той программке, которая образована, не поставлены доклады. Часть докладчиков уже темы прислали, часть нет, но решили уединообразить программку. А темы будут представлены самими докладчиками. Ну и первое слово для открытия нашего мероприятия. По традиции мы представляем всегда нашему ректору, который и скажет нам какие-то критические слова, наверное. Ну так, Вячеслав Федорович, вычислили, кто у вас будет, вы знаете, самое главное, что он заехал, и вы тут тоже. Да, добрый день, уважаемые коллеги, рад приветствовать вас всех в нашем техническом университете. Вот Вячеслав Федорович говорил, сколько мы здесь всего выиграли, я могу сказать, положить коллегам, которые не из нашего университета. То есть мы еще выиграли два рамта по 218-му, в становлении на полмиллиарда рублей. Поэтому мы сейчас сильно развиваемся, но для нас, безусловно, приоритетным для нашего университета является вот тот проект по мегагантам, который мы один уже завершили, как Вячеслав Федорович сказал. И выиграли правление, действительно, так сказать, это был конкурс серьезный. Ну вот, так получилось, что все хорошо получилось. Дорогие друзья, ну, конечно, я не буду подводить итоги, это, наверное, не моя прерогатива, я бы Глеб Северевич расскажет об этом. Но за три года создана, в общем-то, практически с нуля уникальная лаборатория криогенной наноэлектроники. Вот потрачено 120 миллионов рублей на закупку современного, самого современного оборудования. Из них, надо сказать, 23 миллиона рублей. Это софинансированные наши университеты было. Лаборатория ведет несколько средств курсов. То есть мы проводим и научно-образовательный процесс, образование через науку, это наша приоритатива на сегодня. Значит, один человек, девушка у нас, да, Инна Сергеевич, защитила диссертацию PHD. Вот, это тоже выход. И, насколько я информирован, в общем-то, еще несколько диссертаций готовятся к защите. Интересно то, что неинтересно, а важно, что, а сейчас это особенно, так сказать, оценивается. Много ряд серьезных публикаций в зарубежных журналах с высоким рейтингом. На сегодня министерство образования тоже относится к этому достаточно серьезно. И здесь мы с помощью, вернее, с нашими сотрудниками нашей лаборатории это осуществляем. Вот это все достаточно хорошо. Мы, кстати, сотрудничаем. Мы, Леонид Сергеевич, я так вот не могу говорить мы, потому что вроде как бы я тут тоже что-то делаю, да? Поэтому мы сотрудничаем с ведущими отечественными и зарубежными университетами, научными центрами. Это Институт физики микроструктуры, Институт прикладной физики, Чалмерский университет, Римский университет. И те проекты, о которых Вячеслав Сергеевич говорил, это и приметрон, кстати, тоже практическое воплощение реализации тех идей и тех наработок, которые получены в оборудовании. Ну, так сказать, можно было бы говорить о достигнутом, но я все-таки считаю, что на тех задачах на будущее. Вот мы получили сейчас продление гранта, да, значит, есть финансовые средства на этот год. Ну, а также, Леонид Сергеевич, надо смотреть, да, значит, лаборатория должна работать, когда закончится этот грант. И мы должны постепенно переходить, собственно, на самофинансирование. С одной стороны, а с другой стороны, не только самофинансирование, мы должны развивать эту лабораторию, расширять контакты, расширять количество, так сказать, договоров, грантов, выигрывать. Поэтому, вот это самое главное, наверное, для того, чтобы все то, что вы сделали на вашем руководстве, оно бы не умерло, а дальше бы развивалось. Поэтому, уважаемые коллеги, я хочу вам пожелать платформной работы, обмена мнениями. Это, наверное, самое главное в таких рабочих заседаниях. Ну, а нам всех успехов. Большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо, Леонид Сергеевич Калыч. Спасибо.